многие подписчики нашего канала интересуются что такое как это называется даже не знаю как это называется правильно у нас в арле был клуб сахар как это называлось клуб сахар а стриптиз-клуб многие вот подписчики интересуются как там вообще в этом стриптиз-клубе что там как делать приходишь бабки ну короче люди просто не понимают или стримая хотят туда попасть но в то же время как бы стрёмно и хрен узнать что там делать вот как и везде высасываются бабки не но расскажи вот как вот вот у нас был на районе клуб сахар да вот я в него не попал он тоже уже закрылся а вот и в него попал да потому что я помню что ты говорил ты там по моему десятку да спустил что такое просто за ночь а как у тебя не стремно было туда идти но мы-то пьяный причем там с товарищем который тоже нормально фанеры было то есть этом как бы не особо опасался то есть вы подожжали короче решили такие а почему там не сходить стриптиз клуб сидели в этом в каховке выпивали пиво тут ебанули в сахарок как мы его потом называли корешу мне потом когда один туда по и поехал он там короче полтинник спустил за ночь нихрена он битками типа занимается биткоинами да и этот и у него ваха сейчас не знаю сейчас есть не ладно давай момент давай вот по детально там что какой-то нужен этот дресс-код там ли него можно трусах власти туда похороны ну блять в трусах нет шортах там не разрешали вроде помню что такое ну как в обычный типа ну то есть должен вы все-таки по цивильнее один да типа джинсы там кроссовки то есть короче если ты в говнину пьяный титул не пустят не если в говнину пьяный естественно мы были не в говнину еще пьяный там охранники стоят прям такие ребята крепко а понятно то есть девочки там гастрольный там оказывается у них блять гастроли то есть это не местные были такие привозные блять ствери мне попалась мазель а да мы с ней общались потом сидели так варковали так стоп подожди и что вот заходишь туда вам там столик предусмотрели по если бесплатно посидеть то либо типа на то еще можно бесплатно посидеть ну типа да потому что вход бесплатный что не за вход типа косарь а за вход косарь вроде такой да и такая расценка была а и чё заходишь туда и что типа за столик сесть именно с диванчиками то 5000 нужно за это выложить вот короче с корешем которым мы были как раз он проспортировал этот столик но там потом под утро красную рыбу блять заказывал шампанское там ебанши вот он короче тогда 35 спустила я десятку я чисто на приват и все ну я понял ну а и как что вот сели в этот там на диван заказались и шампанское вот базели танцуют такие знают они уже так ли они уже танцуют можно заказать приват народу могу было блять ну вот наша компания так по отдельности еще крупками там там какая-то парочка еще такая была муж жену они какую-то одну там потом потом взяли и пошли в комнату я не знаю что они там делали карта игра в лото преферанс да преферанс пульку расписали сидели до троих ну и вот сидели вы там чё там а потом начинается вот эта вот там тема да короче а там чё как меню там меню есть да официантка подходит но официантка нормальная то есть не является задетая в купальнике парку это еще на меня дает и что там в этом меню там водка парламент типа блять как везде а а как вот выбрать именно какую-то бабу там до любую они же там они все сразу там скачут да не но они сразу видят кто с баблом пришел они сразу же облепляют а нас прям мы буквально вы только сели заказали нам принесли они увидели они сразу по всей гурьбой и типа за сюда выбирайте мальчики мы тут для вас сейчас пляж на вы выбрали кого-нибудь нет как и естественно да еще и тут называется типа приват да нет привата она тебя угодит в комнату и там прям вот для тебя раздевается там полностью то есть полностью полностью хотя и так на одежда на ней не так уж и много выглавляет и вот короче выбираете вот это я на для вас там пляж и дашу там столько шесток до хрена что или там не ну там смотрите по зал такой центральный основной и комната типа была для приватных танцев мы в основном зале сидели типа на приватные ходили а вот ну вот это непонятно то есть вы сидите на диване приват заказывать и отходите там в другую комнату а потом выходим типа и сидим дальше пизде а понятно блять интересно и причем они такие знаешь гастролирующий то есть они у них какая-то типа вот я не знаю команда что ли блять и они вот так вот две недели в одном городе потом там следующий город и потом еще в следующий вид на варле это предприятие это захерело блять и они решили закрыться да тут варле попроще вон куда-нибудь вообще запулить взять полторах у самогона и там устроить такой приват могут приехать менты это еще интерес приват с экшеном для экстремалов по балконам от ментов и будет ну и короче вот а ну и там естественно на атмосферу все красиво внутри наверно блять все в него не светится все как в киберпанке вот это вот самое главное потому что мангар пусто такой все такое знаешь боль была в красно-розовых тонах конечно диджей там шурует на музыке там да сидит человек ставит музыку выходят дамы там свободно танцуют короче можно можно заказать там для друга что-то для тебя прям для всех станцует разденется а пьяные местные бабы были я вот убывать как-то вломится кто-нибудь туда одуревший я тоже типа не хуже да их не было да жаль а тут за мной там и то посмотрел посмеялся мы не вдвоем с товарищем были там с нами еще сколько трое-четверо ребят было но я не знаю чисто в тот вечер только и познакомились понятно короче они что-то там боковали что-то блять и сколько получается вот приват вот этот 5 косарей да не приват типа полторы тысячи полторы тысячи ну там буквально вот песня началась в комнате вот песня там буквально две-три минуты вот полторы тысячи за две-три минуты и только говорится лока видит а зуб не имеют она за три минуты там раздевается по нему можно можно типа как бы нам охранник мы выходили когда курили типа ребят если прям девочка какая-то понравилась не можно договориться типа а после но там расценки выше там уже не полторы тысячи то есть но после работала до шести там до пяти она отработала и ты типа подходишь к ней говоришь поехали со мной а там уже как договоришься понятно а еще можешь сказать да пошел ты на хер ну да если не понравишься а не но если предложишь хорошие деньги то на разы понравишься и ну может какие-то там принципиальные есть там там с толстыми например не сплю там с худыми тоже не сплю ни одних атлетов подавай и чтобы больше мизинцы я понял то есть блин стоящее это развлечение да вот когда типа бабла до хрена не знаешь куда девать то сходить туда больше проститутку снять чем стриптиз но это атмосфера ну блять чисто знаешь как бы посмотреть первых сходить вот хотя бы расскажи вам скажи мне вот это похоже вот хотя бы чуть-чуть вот как в фильмах смотришь американские стримбары вот там фильмах показывают там они ну слушай ну блять прям чуваков кидающих бабки типа в этих нет лидерс не было это и там вот этих которые там в трусы и таких не было это вот видишь я думал там вот так не там то что у них еще своя администратор подходишь ней договариваешься вот мне он там девочку на приват блять и она говорит о все полторы тысячи ты администратору денежку отдал и девочку повел в комнату понятно там тебе еще можно сказать у вас карта сбербанка есть карты там принимали как принято там и банкомат стоял если что прикиньте в истории там у тебя высвечивается потом в истории посмотреть мне глаза на лоб полезу там стримбары там и п показывали скорее всего и п сахар охренеть и пуслада сахар закончился дома решил съездить купить на второй раз и там был второй раз был да уже сам пошел не тоже с товарищем он он же позвал горит лег поехали типа сахар игры да ну так то есть этом какая-то баба понравилась да они все гастролируют они же каждый раз разные не может местные какие-то и работали орловские девчонки я ж не знаю лишь никто не говорит ты шо там засекреченные дела как у сотрудников фсб блять расскажет откуда она и где не ну девчонки так красивых это мне не спрашивал паску почет сколько не получается вообще а за это не разговаривал не но может и общался но я уже не помню и уже был блять в пол у нас на пяти утра плато и выставал